В одном ряду нынешние солдаты и будущие защитники Отечества. Спортивные соревнования, в которых плечом к плечу за медали борются юные спортсмены и военные, в Сочи проходят ежегодно в честь 23 февраля. Но в этом году турнир приурочили к еще одной важной дате – столетию создания Красной Армии. Дети старших классов – это наши допризывники, которые на этих соревнованиях встречаются с теми же бывшими школьниками, которые пошли в армию буквально год назад и меряются силами, готовясь в том же числе служить в армии. В патриотическом турнире в этом году участвуют более 200 человек. Половина из них – военные из пяти войсковых частей, которые дислоцируются в Сочи. Турнир с каждым годом растет. Для сравнения в прошлом году свои спортивные возможности демонстрировали солдаты всего из одной военной части. В том числе и на таких мероприятиях юноши узнают об особенностях военной службы в мирное время и уже не боятся предстоящего призыва. Это очень хорошо, потому что я в будущем тоже буду военным, и надо стремиться поддерживать физическую форму. Бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, подтягивания, эстафеты, перетягивания каната – такова программа турнира. Кстати, из года в год организаторы пытаются разнообразить состязания, добавляя для нынешних и будущих военных все новые испытания. Конечно, очень хотелось бы, чтобы все, не только школьники, и даже те, кто в институте уже учится, и которые не служили, равнялись на нас. И, соответственно, мы будем показывать им, давать пример. На наших плечах лежит очень большая ответственность. Это защита, именно с нашей стороны, это защита воздушных рубежей. Ну, а кто, если не мы? Спортивные соревнования прошли в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Показавшие самые высокие результаты в разных видах программы, получили заветные медали. Свои подарки военным подготовили и юные легкоатлеты. Это спортивный инвентарь для того, чтобы те, кто сегодня отдает свой долг родине, могли держать себя в хорошей физической форме.